Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение и комментирование песни-песни. Перед нами пятая глава. «Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, набрал миры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные». Стих логически завершает предыдущую главу. Юноша желал войти на мировый холм, сравнивал уста любимой с медом и молоком, ласки ее для него слаще вина. И вот все это принято им. От всех этих явств он вкусил. Вкушение или испитие, как метафора сексуальной близости, встречается в Ветхом Завете. Например, в притчах прелюбодейная жена презентует себя саму в подобного рода образах. Она говорит «воды краденые сладки и утаенный хлеб приятен». Таким образом, логично, что перед нами кульминация, брак влюбленных. Но еще раз обращаю внимание, последующие стихи и главы будут вновь посвящены потерям, поискам, обретениям, в которых не видно конца. Эта странная динамика текста и позволяет существовать аллегорическому толкованию. Потому что если обычные влюбленные рано или поздно либо вступают в брак, либо окончательно разрушают свой союз, то отношения Бога и человека, или же избранной им общины, в рамках истории похожи именно на томление влюбленных, где юноша тверд и последователен, а девушка, община, уклончива и непостоянна, что, собственно, продемонстрирует следующие же стихи. И эти отношения закончатся свадебным пиром лишь по завершении истории мира. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин, и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь», — говорит пророк Исаия. Последняя часть стиха не является речью жениха. Здесь безымянный хор, о котором мы говорили как об отдельном участнике повествования, благословляет этот брак и наслаждение благами этого союза. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится, «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночную влагуя». Теперь перед нами начало нового повествования, где вновь главным действующим лицом становится девушка. Непогода, туман или дождь в античных серенадах часто являются для юношей приличным поводом попроситься под кровь дома возлюбленной. Как правило, подобного рода просьбы хитрецов остаются неуслышанными. Здесь героиня начинает кокетничать, через дверь задавая вполне риторические вопросы, при этом не забывая подогреть воображение возлюбленного, описывая себя, приготовленную ко сну, после омовения и без хитона. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Эта фраза может как напрямую указывать на чуткий сон девушки, так и более многозначительно на неясное место осуществления всех вот этих дальнейших описываемых событий. Где они происходят? Наяву, а может быть и во сне, то есть вот как раз в этом бодрствующем сердце девушки. Очень любопытную мысль в русле мистического комментария предлагает нам преподобный Бедодостопочтенный. «Я сплю» он рассматривает в ключе собственной недеятельности в сравнении с прежними поколениями христиан, вот с церковью апостолов и мучеников. В сравнении с ними его жизнь, ну а наша в таком случае уже подавно, кажется мирным и беспопечительным сном. Но вывод отсюда необычный. Святой не бичует себя и современников за праздность, а указывает, что мирное время, свободное от внешних нападений, дает ему все более и более углубляться в жизнь духа. Он говорит, чем свободнее я становлюсь от внешних нападений, тем глубже понимаю, что он есть Господь. «Я скинул лохитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыл и ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою свой скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручке замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Используемые в книге образы являются ярчайшими сексуальными эвфемизмами. Однако, кроме скрытых под эвфемизмами смыслов, стих предельно ясно указывает на то, что даже любовь не склонна бесконечно прощать пренебрежение. Это видно из истории отношений Бога и человечества в Писании. Это можно видеть и в истории каждых конкретных человеческих отношений. Флиртуя, девушка не замечает, что наносит своими длительностью обиду юноше, не первый раз безрезультатно приходящего к стенам ее дома. И вот она уже спешит, торопится открыть, но умащенные благовониями руки скользят по замку, и она не успевает. Возлюбленный ушел. Израиль беззакониями Ахаза, Моносии и иных царей-долопоклонников, отпавший от Бога, в лице Иосии попытался успеть, скажем так, открыть Богу, но пришел в себя слишком поздно. Семя тли уже развелось в народе, и один царь-праведник не сумел с этим ничего сделать. Возлюбленный ушел, и на храм, город и страну пала тьма из Вавилона, на выходоносор. Встретили меня стражи, обходящие город. Избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывалостерегущие стены. В прямом смысле ситуация выглядит вполне обыденно. Стражники, стража, охраняющие порядок в ночном городе, приняли одинокую девушку, заблудницу и поколотили ее. В поле аллегории все выглядит на первый взгляд не столь однозначно. В первую встречу с девушкой стражи мирны по отношению к ней и предваряют встречу с возлюбленным. Во вторую же, после его ухода, они агрессивны по отношению к ней. В этой разнице отношений видна однозначная связь стражников с любимым. Когда благоволит он, мирны они. Когда он в негодовании, негодуют и они. Стражниками Писание называет левитов, стражей скини и собрания, и пророков. Как, например, «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слова из уст моих, и будешь вразумлять их от меня», говорит су и языки. «Или на стражу мою встал я, и на башне наблюдал, чтобы узнать то, что скажет он во мне, и что отвечать по жалобе моей», говорит Аввакум. «Те и другие, находясь на стороне небесного жениха и левиты, и пророки, в годы мира с Богом наставляли народ в поисках его, а вот в годы разлада бичевали народ от прохождения с мечами по стану до огненного пророческого слова. Но в их служении это всегда было не знаком ненависти, а трудом вразумления и обращения к их первой любви, к святому Израилю. При том, что в иудейской экзегене, я замечу, образ стражей представлен преимущественно негативно. Это, например, Халдеи или тот же самый Новохудоносор. Нейтральный вариант восприятия – это ангелы-стражи, хранившие Иерусалим и участвовавшие в его разрушении по воле Бога. «Заклинаю вас, черри иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви? Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейший из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?» В диалоге с дочерями Иерусалима девушка вновь превозносит своего возлюбленного. Если раньше это происходило в рамках взаимной игры, такого обмена любезностями, то теперь это звучит как плач и сетование по утерянному. «Я изнемогаю от любви». Эти слова еще раз показывают, что сказанное девушкой выше было не более чем неудачной игрой, позой, приведшей к столь ужасным последствиям, столь хрупка. Непрочно может быть любовь человеческая. Это не признак ее низости или ущербности. Сам человек предельно хрупок. Все в нас, от телесного до духовного устроения, чрезвычайно тонко уравновешено и крайне легко приводится в хаос и смятение. Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве, щеки его цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его лилии источают текущую мирру, руки его золотые кругляки, усаженные топазами, живот его, как изваяние слоновой кости, обложенная сапфирами, голени его мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях, вид его подобен ливану, величественен, как кедры, уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, черри иерусалимские. В обширном описании возлюбленного можно заметить, что тело его описывается в образах архитектуры и скульптуры, роднящих его, например, с извояниями божеств Востока. Упоминания о драгоценных камнях, как подобиях славы Божьей, видим мы в Священном Писании, например, в Исходе, у Иезекииля, в книге Откровения. Но как Бог Израиля, Бог живой, не вмещающийся под своды храма, не вкушающий от крови жертвы, и не подобные ничему из сотворенного, так и возлюбленные героини, хотя тело его и сравнивается с прекрасными творениями человеческих рук, указывая на красоту и соразмерность, но его лицо, лицо живое, в нем ничто не похоже на камни или золото, его красота – это красота жизни, глаза как быстрые, но мирные птицы, щеки и губы как цветущий сад. Нельзя не заметить, что эти образы созвучны с образами, которые использовал юноша для описания любимой, но в них почти нет никакой постаральности, волосы подобны не козам, а воронам, щеки не плод граната, а благовонные травы, и весь он при упомянутых скульптурных совершенствах подобен прекрасному, но дикому ливану, горе в украшении исполинских кедров. Возлюбленные похожи, но все-таки различны. Женская постаральность с нотками силы уравновешивается мужской природной силой и свободой, разбавленными, однако, нотой мирного духа.